Знают и понимают, но продолжают выплачивать серую зарплату и получать заветные конвертики, обрекая себя на жизнь без правил. Неприятен тот факт, что и руководители, и работники понимают, что подобные выплаты способствуют развитию теневой экономики, но предпочитают именно такой способ расчета. Контролирующие органы, конечно, контролируют, но нельзя одномоментно объять необъятно. Инспекторы налоговых проводят выездные проверки плательщиков, выплачивающих незначительную заработную плату, опросы работников, в том числе и уволенных. В ходе которых выясняется фактический размер выплаты заработной платы и порядок отражения трудовых договоров. В ходе контрольных мероприятий выявляются факты выплаты заработной платы без отражения в регистрах бухгалтерского учета. Кроме того, не выплаты заработной платы. Руководители коммерческих структур, минимизируя налоговые платежи, должны помнить о том, что обман государства порой обходится слишком дорого. За уклонение от налогов предусмотрена не только административная, экономическая, но и уголовная ответственность. Ведь информация из налоговых поступает в управление Департамента государственной инспекции, Министерства по труду и социальной защите населения для привлечения руководителей к ответственности. Кроме того, отделом дохода и имущества приглашаются руководители организаций, выплачивающих незначительную заработную плату для предоставления декларации о доходах и имуществе. В январе-феврале текущего года приглашены 63 гражданина. Из них выявлены нарушения у 26. Доначислено платежей 124,6 млн. рублей, в том числе подоходного налога 115,6 млн. Таким образом, тому, кто выплачивает серую зарплату и тому, кто ее получает, стоит подумать о своем будущем. А еще будьте уверены, говорят налоговые инспекторы, конвертные отношения длительностью не отличаются. В любом случае, на подобных предприятиях дела обстоят нечисто. И наступит такой момент, когда вы просто останетесь и без работы, и без зарплаты.